Тогда вопрос к заявителю, я так понимаю, нужно понимание заповедника, а зачем им это нужно. После полуторагодового перерыва народные избранники вновь подняли вопрос об отнесении части столбов в границы Красноярска. Сейчас территория заповедника относится к Березовскому району. Отсюда вытекает несколько проблем. Пожарные медики и полиция не могут оперативно реагировать на вызовы. Расстояние от Березовки до столбов около 30 километров. Если посещаемая часть заповедника будет принадлежать городу, время в пути значительно сократится. В настоящее время, за последние пять лет, наблюдается тенденция усыхания пехтовых пород. И в случае, если в пожароопасный период произойдет возгорание, то это серьезнейшая угроза городу Красноярску. Еще одна проблема – вытаптывание территории. Только за выходные туристический район посещают до 20 тысяч человек. Дорога от кордона Лалитина до первого столба никем не содержится. Березовский район не выделяет на это средства. Логично, поскольку Красноярск гуляет, город должен взять на себя эти расходы. Но поскольку это не территория города Красноярска, то есть, согласно бюджетному кодексу, мы эти деньги тратить на поддержание дороги, на ее ремонт, на подсыпку тоже не можем. Но это вторая причина. Сейчас отнести столбы к городу невозможно. Для начала необходимо определить земельный участок и поставить его на кадастровый учет. Для этого территорию заповедника необходимо разделить на два участка. Разрешение может выдать только Росимущество. Были сделаны запросы в экспертно-правовое управление законодательного собрания. По их рекомендациям мы сделали запросы в ряд федеральных органов исполнительной власти. Это и в Министерство юстиции Российской Федерации, и в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. До настоящего времени однозначных ответов о возможности не поступало. Чтобы заповедник стал частью Красноярска, необходимо внести изменения и в краевое законодательство. По закону, к городу можно присоединять только земли населенных пунктов. Это закон о наделении статусом города Красноярска, в котором указаны только населенные пункты, и закон об административно-территориальном устройстве Красноярского края. Чтобы там была норма, соответствующая 131, что в границы городского округа могут входить не только населенные пункты, а так называемые внеселенные территории. В любом случае, изменение границ не повлияет на категорию земель. Они останутся федеральными, уверяют депутаты. Сегодня народные избранники договорились направить запрос в Росимущество, чтобы узнать, какие документы нужны для разделения территории. Екатерина Деревянко, Алексей Егоров, Афонтова Новости. Продолжение следует...